всех приветствую с вами александр и продолжаю играть в адон сталкер золотой шар или приключения жекана в предыдущей части и нам нужно было проникнуть в лабораторию крысы боеви со своими разведчиками и запечатал потому что некто оттуда вылез и обворовал их именно в хабаре крысы боя находился запчасть для бтр которая нам необходима чтобы пересечь минное поле а сейчас нам нужно собрать оборудование а именно пропан кислород чтобы проникнуть в эту самую запечатанную лабораторию ломать не строить задание обновляется так что тут а я отправляюсь к этой таинственной двери если конечно меня пропустит аномалии которые телепортируют нас на задворке фабрики так а здесь я подобрал сюда здесь все у меня подобрана так спокойно спокойно все под контролем в очередной раз получается и надо как-то их убирать они меня достали честно похоже сработало так что нам остается нам остается забрать свой хабар перегруз все таки у меня присутствует забрать свой хабар и отправиться в эту таинственную лабораторию так это уже не смешно что опять обобрали водички нам дают попить да ты кто где я нахожусь ты кто такой пожалуйста разговаривай потише иначе нас могут наказать кто тринадцатый с помощники с помощники на какой еще тринадцатый что это за подземелье что за уроды кругом ой извини я не сразу заметил что ты не подопытный неужели ты пришел с верхнего мира это просто неимоверно ничего не понимаю не жми будет хуже нам обоим как тебя зовут меня зовут джекан я десятый из касты подопытных но могу ли я получить ответ на твой вопрос ты пришел к нам из верхнего мира до из верхнего великий доктор это грандиозное событие жаль только что тебя скорее всего убьют тринадцатый позаботиться об этом впрочем я могу и ошибаться но в любом случае я рад приветствовать тебя человек надеюсь ты принес не ты не принес с собой зла насчет зла пока не знаю я вижу двух человек человекоподобных существ одно из них нападает на меня прямо у входа объясни мне что здесь творится ты сейчас находишься в общине нашем мире нашем убежище мы подопытные населяющие его мы не являемся людьми мы отдельный вид существ нас сделал доктор которую мы восхваляем каждый день доктор каждый день думает о нас он видит нас всех каждую минуту следить за тем чтобы мы делали он хочет чтобы мы не убивали друг друга чтобы не брали тайно чужое чтобы не пытались уйти в верхний мир раньше времени это закон нашей жизни не знаю что и думать по этому поводу по поводу этой тирады кажется я догадываюсь вы уцелевший после аварии рабочие фабрики которая располагалась наверху радиация изуродовала ваши тела многие спятили верно нет ты не прав еще раз повторю нас всех доктор сделал он наш творец это что это означает слово авария фабрика то есть они вообще не в курсе не важно слушай как мне отсюда выбраться я бы сам рад отсюда выйти но это не так просто мы с тобой сейчас в тюрьме и наша жизнь в руках тринадцатого что это здесь я пытался посмотреть за что ты здесь я пытался смотреть верхний мир 13 из 20 поймали меня избили бросили сюда скоро мне должны придумать наказание сколько здесь вообще подопытных если тут люди вроде меня людей здесь нет у нас всего около семи это на первом уровне община столько же просвещенных живет на втором уровне никто не знает а сколько живет просвещенных на втором уровне никто не знает 13 он говорил что очень много Получается у вас целая колония Ну что это за помещение, бомбоубежище Жекан, ты Произносишь странные слова, это не к добру Доктор не раз говорил Желать странного И говорить странное, большой грех Больше не произноси незнакомых слов Из верхнего мира, иначе навальчешь На нас беду, ладно, постараюсь Знаешь, при мне было какое-какое имущество Когда я спустился сюда, но теперь его нет Где я могу найти его Оно скорее всего в хранилище Им заведует 13-й, когда он придет к нам Задашь ему этот вопрос Если он не убьет тебя сразу же Кто такой 13-й Он адепт, кандидат в просвещение Подобный, который проявил особую преданность В служении доктору и скоро получит доступ На второй уровень На второй уровне общины и возможность стать просвещенным Пока что он главный на первом уровне Слушайся его и не смей ему перечить Скоро он сюда придет Подождем Замуровали демоны А нам ничего не остается, как ждать 13-го Хорошо, хоть фонарик оставили Эй, извините Эй, червяк, вставай быстро, иди за мной Ну я думаю, смысла нет сейчас с ним пререкаться Хорошо, иду Не вздумай удирать Если останешь от меня больше, чем на 5 шагов Умрешь на месте Или я раздавлю твой мозг, как яйцо Понял Я буду идти за тобой, мой повелитель Что теперь? Запомни, запомни ты скользкий червь Имя твоей тери будет звучать именно так Если ты обращаешься ко мне или к другому адепту Ты должен начинать свою мирскую речь Со слов скользкий червь Обращаюсь к тебе о адепт Повтори Скользкий червь Обращаюсь к тебе о адепт Червям запрещено уклоняться от работы Ходить там, где им хочется Есть то, что найдено Или поймано в общине Прикасаться к приборам и машинам С своими грязными лапами Подходить или прикасаться к адептам без разрешения За первое нарушение ты будешь избит А если нарушишь правила еще раз Я превращу тебя в вонючий скот без мозгов Ты будешь жить в месте, где адепты и червь Исправляют нужду, где нет воды Если ты нарушишь правила в третий раз Ты умрешь Тебе ясно, червь? Да, конечно Теперь я скажу тебе о работе Каждая червь вроде тебя должен каждый день Работать на благо общины Одни занимаются добычей пищи Другие следят за машинами и приборами Третьи поддерживают порядок Кто червь, кто работает лучше всех И кто молится великому доктору Искренне всех иметь шанс стать адептом Однако тебе, человеку, это не суждено Твое тело слишком несовершенно и слабо Твой мозг недоразвит Максимум, что ты сможешь добиться И избежать шанса стать вонючим скотом Для этого ты должен работать Какую работу нужно выполнять? Разную Сейчас я хочу провести опыт над твоим Тщедушным телом Я хочу знать, как долго оно сможет сопротивляться радиации Наши тела могут делать это очень долго А вот человеческое Это надо проверить Видишь эту яму, огороженную сеткой Сейчас ты спустишься вниз И попробуешь там Пробудешь там сколько, сколько Я посчитаю нужным Все ясно Но если я залезу внизу радиации То я погибну Там очень сильная радиация О, червяк И ты спустишься в яму Иначе я убью тебя прямо сейчас Выбора нет Пошевеливайся Вот так я валип Ну ладно Давайте попробуем Привет, мужик Чем занимаюсь? Здравствуй, человек Меня сюда посадили с той же целью, что и тебя Проверите выносливость организма Перед воздействием радиации Как самочувствие? Трые сутки здесь сижу Все нормально Так, только шкура чешется Так, мне крыс приносят Слушай, не подскажешь Как мне отсюда выбраться? Этот урод наверху задумал Умреть мне радиация Но я не переношу ее Как вы? Это ли мне смертельно? Да, с такой кожаной органами, как у тебя Действительно не получится У меня есть один костюм Я нашел его здесь в яме Он мне не нужен А тебе поможет Подарю тебе Если выполнишь одно условие В углу есть железный ящик Из него вкусно пахнет Но он не открывается Там на нем какие-то кнопочки Если откроешь его И подаришься со мной пищей Которая лежит внутри Отдам тебе костюм Хорошо Так, побыстрее надо Наверное, даже я сохраню здесь Северный полюс Северный полюс Полез я искать данные информации Северном полюсе Он меня не выпускает Так, сейчас быстрее 1909 Могублял информацию Отряд Бери на Северном полюсе Фотография датированная В ящике только запчасти Красивные тушки Отлично, давай, красу, да? Жирный Костюм дашь или нет? Да, он твой, спасибо Так, костюм урколога Отпустим Что дальше? Долго здесь собираюсь и сидеть? А что, мне нормально Кормежка, вода есть Работа не заставляет Жить можно Ну хорошо А как бы ты действовал Если бы ты думал отсюда выбраться? Зачем мне выбираться? Начальство это запретило Сказано было мне Сиди здесь, червяк А то по мозгам получится Я сижу Кормят, поют Работать не заставляют Да, понял я Хорошо, давай по-другому Сколько крыс тебе надо Чтобы ты подумал Тем, как отсюда можно выбраться Крыс, говоришь? Крыски вкусные Я их люблю Ну, парочку тушек, может быть И придумаю Наглодное брюхо, понимаешь Что-нибудь придумаю Так, вот у меня есть Две крысы Бери Спасибо Вот я сегодня поужину Как насчет моего вопроса? В общем, так я скажу Здесь есть разные машины Агрегаты В которых идет радиация В которых Нас испытывают Я посмотрел на эти машины Сразу понял, что они работают Но неправильно Они сломались Немножко сломались Поэтому И долго не чинил никто Если их починить То они перестанут давать радиацию Как их починить? Нужны запчасти Надо установить На агрегаты запчасти Но надо сделать это Осторожно Машины Ведь опасны Внутри не сидит Большая сила Которая называется Давление Понимаешь? Понимаю Откуда ты это знаешь? Великий доктор Сделал меня таким Который Ведает машинами Такие подопытные Обязательно должны быть Попщики Ты говорила о машинах И деталях Подробнее можно? Да Вот Эти две Высокие длинные Штуковины Со шлангами И провода Они стоящие сбоку От нас Есть в машине От них идет радиация В одной из них Испортилась деталь Которая называется Кулак Нужно надеть Запасной клапан И поставить на эту машину Похоже Что клапан я уже нашел В какой именно машине Нужно его заменить Не знаю Это можно узнать С помощью третьей Маленькой машины Которая стоит сбоку В углу Она испран Но в ней Стоит разбитый манометр Надо сначала поставить На целый манометр Посмотреть Какое он может Дать давление Если больше 5 бар Это значит Что клапан надо заменить В машине номер один А если меньше 5 бар в машине Два Так хорошо И когда радиация пропадет Полностью не пропадет Но ослабнет До такой степени Что его станет Почти не опасно Запомни Нужно с первого раза Поставить клапан Именно В неисправную машину Иначе То есть Портишь давление Выберется наружу И может нас убить Как все запущено Давай повторим Сначала Первое Установить Манометр В малую машину Второе Посмотреть на давление Третье Поставить Если оно больше 5 единиц Значит Отремонтировать Первую машину Если меньше Вторую Все правильно Понял Кстати Если радиация Сиза То нас точно Не стану Здесь больше Держать Этого я и хочу В принципе Логично Так Поставлю Я манометр Гейт Давление 7 бар Ну все правильно Здесь Манометр Показал давление 7 бар Со второй машины Во второй машине Я повысил давление Или понизил Но не суть Важно Радиация ушла До встречи Так Что дальше Сидеть в яме Больше нет смысла Радиация пропала Как ты обращайся Ко мне Червяк Червяк Хочешь Чтобы я твой мозг Мясорубку пропустил Виноват Скользкий червяк Обращается К тебе О адепт Говорит Червяк Сидеть в яме Больше нет смысла Радиация пропала Странно Впрочем Нет худа без добра Будет еще одно Дополнительное помещение Для скота Или для крыс Так что же делать С тобой Раз ты такой Везучий червячок То позволю тебе Еще немного Порезвиться Все равно Ты беспомощен Как молодой Слепой крысеныш Короче Ты можешь ходить По первому уровню Общину Где тебе вздумается Пока я не придумаю Тебе еще какую-то работу Помни о правилах Еще учти Я за тобой слежу И вижу Твой мозг Сквозь стены Если полезешь не туда Получишь по мозгам В буквальном смысле Слово понял Да конечно Нужно говорить Да конечно У адепта Да конечно У адепта До встречи Задание обновилось Так а что ты Так и будешь здесь сидеть До встречи Он уходит И в принципе Предоставил нам Свободу действия Сейчас я буду Осматриваться Что здесь И как Так 13 До встречи Ничего не говорит Это что Ящичек Так это что Это что такое Скрепка В качестве Отмычки Можно использовать Интересно Надо будет Разузнать Так Что у нас здесь Ты кто До встречи Кто у нас еще Здесь есть Или привет Порядок А человечешка Нам запрещено С вами разговаривать Но так и быть Поговори Почему запрещено Потому что люди Враги эксперимента Чего ты хотел Я так ничего Сматриваюсь Ты чем-то занят Я работаю Занимаюсь Выращиванием Пищевых грибов Видишь Эту темную штуку В ванне Это грибница Что еще за грибы Съедобные грибы Которые мы Подопытные Потребляем В пищу Кстати И они тебе бы подошли Хотя Твой организм Не переносит Радиацию Эти грибы Стимулируют Работу мозга И Насыщают нас Чтобы они росли Нужно правильно Настроить Агрегат Инкубатор Сложная штука Откуда ты знаешь Как это делается Великий доктор Создал меня Ведущими программами Ты хоть знаешь Что означает Это слово Это заклинание На древнем Священном языке Его знает Только кто Кто может общаться С электронными машинами Так все Оказывается просто Я смотрю Человечка Ты Мешаешься Без дела Это не хорошо В священном Вебора Не написано Что все Кто является адептом Или просвещенным Должны каждый день Работать Всему Предлагать Ее задание Слушаю Электронный мозг Управляющий Гребницей Умеет читать Тексты На древнем языке Программирования Эти тексты Написаны На специальных Картах Он про перфокарты Говорит Для программирования Так Прожорливые крысы Недавно сожжали Три важных Перфокарты Карты С помощью которых Можно было Регулировать Параметры Инкубатора Помоги мне Найти запасные Перфокарты Иначе Гребницы Они будут Рожать Грибы Где их искать Поговорите С двенадцатым Он ведает Старинными Знаниями Сейфами Я слышал У него Как-то Что в одном Сейфе Должны лежать Запасные Перфокарты Хорошо До встречи Так А смотрится Здесь Закрыто По всей Видимости Мы можем Использовать Одно Из Отмычек По всей Видимости Здравствуй Подоптный Я по делу Слушай Ступай Прочь Человек Погоди У меня К тебе Важное Дело Восьмой Попросил Найти Перфокарты Для устройств Для настройки Инкубатора И посоветовал Обратиться К тебе Я глух К программ Эксперимента Уходи Но Ты что Не понял Или думаешь Если я простой Рабочий То не смогу Сжечь твой мозг Как Сосновую щепку Хорошо Хорошо Я ухожу Может Стоит Попытаться Открыть Один из сейфов И Этой Скрепкой Хотя Возможно Она понравится Для более Важного Дела Нет Конечно С помощью Скрепки Не получится Открыть Так С двадцатым Проблема Побеседовал Отказался Он Нам помогать По поиску Перфокарт Он не хочет Со мной Разговаривать Что делать Предлагаю Такой Вариант Сейчас Я мысленно Свяжу седьмым Пусть он достанет Из заначки Свою фирменную Настойку На грибах Двадцатый Очень ее любит Ты придешь к нему С подарком Глядишь И общение Наладится Ступай К седьмому Уже Иду Хорошо Вот Вот и наш Редуктор Нашелся Также Задание Обновилось Дело Мастера Боится Это По Поиску Инструментов Для Василия Да Так Я Насчет На стойке От Восьмого Для Восьмого Я уже получил Ему мысленное сообщение Только С чего ты взял Что отдам Свой последний запас Ему прямо сейчас Главное Просто так Стоит вопрос О функциональности Инкубатора Не знаю Что он там Натворился Инкубатором Но стойка Просто так Я ему не дам А вдруг Он вообще Не зарабатывает На стойке Это всего Одна бутылка Осталась О боже Просто скажи Что мне нужно Сделать Чтобы ты отдал Эту Несчастную Бутылку И забыл О ней Надо подумать У меня тут Дверца Холодильника Просто выломать А Так А жаль Портить имущество Если сможешь Открыть дверь То получишь Настойку Сейчас посмотрю Что там С твоим Холодильником Так Может здесь Скрепка Пригодится Да Действительно Скрепка Пропала У нас Все Открыли Холодильник Открыт Где моя Настойка Держи Только Не вздумай Пробовать Она На растворе Соляной Кислоты Спасибо Что Предупредил Навстречай Так что Завидолаги Навстречи Да Это я Открываю С помощью Ключа 13 Скорее Всего Возьму Все Какие-то Дискеты Что там Дискета Номер 14 И Электронный Модуль Так 20 Дискатый И Послушай Меня В последний Раз У меня Гребная Настойка Есть Гляди Какая Гребка У Седьмого Достал На Коль Она Тебе Задалась Человеческая Может Ты Выпить Вздумал А Может И Не Выпью Не Пропадай Добру Не Делай Глупости Дуря Башка Для Тебя Это Жидкость Просто От Чего Вдруг Такая Забота О Моей Жалко Людской Натуре Это Просто Менастойки Жалко Испортишь Хороший Продукт Давай Договоримся Я тебе Настойку От Ты Мне Информацию О Перфокартах Черт С тобой Человеческого Говорил Сразу Бы Так Что Насчет Перфокарт Дело Обстрит Следующим Образом Я Ведущий Древними Знаниями Общины Все Записи Содержащие Полезную Информацию Должны Достояния Моя работа заключается в добыче из этих ящиков свитков со знаниями. Пока что удалось раскрыть только один ящик, но его уже здесь нет. Там содержимое полезная информация, касающая технологии машин. Она пригодилась нашим инженерам. Благодаря этой информации они настроили машины и теперь вообще она может регулярно пользоваться электричеством. Также в том ящике был обнаружен журнал с учетом всех знаний, запертых во всех остальных ящиках. Там были упомянутые перфокарты. В каком именно ящике не находятся, я не могу сказать точно, но они есть. Сам понимаешь, для того, чтобы получить их, нужно открыть ящик. Предлагаешь мне взломать один из сейфов, но не знаешь какой именно. Да, придется действовать наугад. Как же их взломать? Каждый ящик закрыт на цифровую пароль. Нужно узнать эти пароли. Это же нереально. Есть одна зацепка. Я заметил, что код уже открытого мной ящика очень похож на некоторые цифры. Эти цифры из журнала учета всех знаний. Там есть разная информация, но не вся. Она мне понятна. Можешь познакомиться с ней. Журнал лежит на столе. Проблема только в том, что мне не все там понятно. Если подберешь код к нужному ящику и откроешь его, получишь перфокарты. Надо попробовать. До встречи появляется задание. Так, этот журнал, скорее всего. Инструкция для офицера безопасности. Часть номер 5. Коды для замков задавать с помощью специального устройства. Коды для Q12. Устройство должно постоянно находиться в распоряжении офицера безопасности. Так, что ты думаешь об этом поводу. В журнале есть упоминание о сейфах. Рассказы о том. Упоминается некий прибор, с помощью которого можно открыть любой сейф. Полезная штуковина, где она находится. Если бы я знал, есть информация, что ей владел некий офицер безопасности. Не знаю таких. Впрочем, это был человек, кто, скорее всего, чудо-штуковина здесь вообще не. Чего ты взял? Великий доктор в одном из своих проповедей говорил, что вообще, ну, построили люди. Не все они здесь погибли, потому что восстали против эксперимента. Их убили просвещенные. Поищи-ка, чудо-штуковину здесь. Думаю, найти ее реально, чтобы тебе было легче, нам совет. Надо сначала найти место, где обитал этот самый офицер. Или как его там. Поищу до встречи, говорит. Так, а если подняться наверх? Он у нас не убьет. 13-й. Так, а что это включается? Непонятно. Так, питание. Чтобы подать питание на электронный замок, нужно подключить 4 линии. Рубильники подключения линий находятся в щитках. Ага. Нет, ничего не происходит, буду я разбираться. Я без худа, поэтому не все у меня иногда срабатывает. Сейчас попытаемся методом научного тыка. Так, а этот выключен. Вроде готово. Выключен. Второй. Нет, второй забыл выключить. Я решил пока не объявлять эвакуацию. Связи с группой реагирования нет. Поэтому все, что можно сделать, закрыться здесь и ждать. Пока за нами не придут. Не бросит же они оборудование стоимостью в миллионы. С другой стороны, больше недели мы здесь точно не просидим. Слишком мало воды и воздуха. Наверняку творится что-то крайне серьезное. Война. Но почему нарушена связь? Ни одна из линий не отвечает. Надо ждать. Судьба 30 человек в моих руках. И рисковать особо не хочется. Так же, что мы еще получили? Кодер. Прибор, с помощью которого можно задавать коды на кодовые замки. Отлично. Ключ. Ключ офицера безопасности из подземной лаборатории. Становится все интереснее и интереснее. Сейчас попробуем открыть сейфы. Так, где он? До встречи. Пачка документов сильно испорчена крысами и влагой. Разображать можно разве что отдельные слова. Характер документа непонятен. Пластиковая карта. Использую в некоторых ЭВМ старого образца. То же самое. Так, еще. Этот я пробовал. Я нашел поврежденные пачки документов в сейфах. Отдай их мне. Я вещаю знаниями. Они должны быть у меня. Эти бумаги настолько повреждены крысами и сыростью, что на них нельзя пока ничего разобрать. Почти ничего. Ты не понимаешь, человек. У меня есть специальный дар. Ведь то, что было написано, стерто временем. Для тебя это буквы написано на листах. Уже не видны. А я могу их прочитать без запинки. Интересная способность. Что ты можешь мне дать за эти документы? Раз уж ты мне помог. Мне с этими чертовыми ящиками-то рядом тебе красную штуковину, которую я нашел в крысиной норе. Красивую. Влюзии такие цены. Те, они вам там нужны. Давай, не помешает. Когда ты подойдешь, подошел ко мне в первый раз, я был не в духе извини. Это произошло из-за того, что моего друга 10-го посадили в заключение. Теперь ему грозит смерть. Я встречал его в карцере, он сказал мне, что его посадили туда за то, что он хотел сбежать. Это серьезное преступление. Возможно, 10-го и не приговорили бы к смерти, если бы не предыдущие близбеглицы. То есть контролеры отсюда сбегают. За этим всем стоит некий доктор. Случаи побега были раньше. Да, незадолго от твоего прохода. Переходы из общины сбежали трое подопытных. 14, 18 и 3. С тех пор Великий доктор приказал карать все, кто пытается сбежать. С одной стороны, это правильно, ведь беглицы могли открыть местонахождение общины людям. И тогда нам всем придет конец. Но с другой стороны, нас так и очень мало. Убивать себе подопытных, это неправильно. Впрочем, Великому доктору виднее. Он нас создал. Он же вправе нас уничтожить. Мне кажется, я встречал кое-кого из ваших беглецов на поверхности. Послушай, человек, раз что ты относишься к нам без рожды, по отношению к нам, то сделай еще одно дело. Для меня отнеси моему другу Десятому передачу в карцер. Его там совсем не кормят. Ну как я туда попаду. Дверь карца может быть открыта только 13-м. Я мысленно поговорю с ним. Думаю, что он не откажет. Нет, дело в том, что Десятому запрещено общаться с подобными. А вот с людьми можно. Поэтому я и попрошу именно тебя. Хорошо, я передам ему пищу. Тушка, крыса, полынь. Получим предмет. Пойдем с 13-м побеседуем. Скользкий червь обращается к тебе, о адепт. Чего тебе? Я 12-й насчет передачи. Помню, помню. Только зачем тебе так беспокоиться за этого недоумка? Все равно я лично казню его через два дня. В общем, сейчас я открою тебе дверь, и у тебя будет пять минут, чтобы передать все, что ты хочешь. Если не успеешь, будешь сидеть вместо него два дня. Понял меня, червяк? Так точно, ваше благородие. Точнее, адепт. Так, переносит нас обратно в карцер, да? Где ты, бедняга? Привет, я 12-й. Он передал тебе немного еды. Вот, возьми. Я знал, что ты вернешься, Жекан, откуда? После того, как я тебя увидел, я много думал, учитывая то, что тебя не убили сразу на входе в общину. Или не зажарили твой мозг. Напрашивается вывод, что кому-то ты здесь понадобился. Живым и здравомыслящим. Поэтому я не удивлен видеть тебя снова. Кому я здесь мог быть нужен? Давай обо всем по порядку. Как тебе уже сказали ранее, меня посадили сюда и приговорили к смерти. За то, что я хотел сбежать из общины. Слышал об этом, да, конечно. Не кажется ли тебе странным, что здесь изолированное общение, расположенное посреди изолированной же зоны отчуждения, действуют такие строгие правила и законные. Откуда ты знаешь о зоне отчуждения? Я знаю намного больше других подопытных и адептов. В мою голову было заложено знание, позволяющее мне ведать электроникой и компьютерами, чинить и настраивать их. Я долгое время работал на благообщине, занимался именно этим. Но однажды я заметил одну странность. Почему-то все оборудование одного определенного типа в общине было намеренно уничтожено или испорчено так, чтобы его нельзя было подчинить. Это оборудование, с помощью которого можно было связаться с другими собеседниками на дальних расстояниях. Подопытным в нем не было необходимости, но людям, не обладающим языком мыслепередачи, оно бы послужило. Ты имеешь в виду связь? Радио, телефон, радиостанции. Да, так это называется по-нашему. Я искал техническую документацию, чтобы починить эти приборы. Но выяснилось, что я кто-то забрал или уничтожил. Скорее всего, кто-то намеренно пытался делать так, чтобы община была отрезана от всех средств общения с внешним миром. Тогда у меня возникла мысль, зачем это и кому это нужно? Может, кто-то специально пытается изолировать общину? И боялся никаких последствий. Возможно, у него были опасения, что люди бы найдут общину по радиосигналам. Может и так. Но у меня возникла иная мысль, что если кто-то намеренно хотел изолировать нас от внешнего мира, потому что что-то скрывал или не хотел, чтобы подопытные узнали о чем-то, о чем не следует им знать. Я задался идеей восстановить связь с внешним миром, нашел чудом сохранившуюся схему простого транзисторного радиоприемника из запасных частей и отходов электроники, смастерил его. Так я узнал, что у нас окружает зона, вокруг нее простирается огромный мир, наполненный людьми. Великий доктор все время говорил нам, что людей на самом деле немного, и чтобы победить их, нужно больше времени бороться и верить. Теперь же мне стало ясно, что это неправда. Кроме того, я узнал еще одну шокирующую для меня вещь, какую. Оказывается, мы подобные никакие не сверхсущества, мы просто несчастные мутанты, результат генетических и прочих чудовищных экспериментов. И самое страшное, что все мы были людьми, необычными людьми, жившими во внешнем мире, здоровыми, полноценными, возможно, даже радовались жизни. Зачем люди нас так изуродовались? Зачем посределиться этой сырой подземелью? Зачем стерли нам нашу память, нашу жизнь? Это самый чудовищный эксперимент, который только может быть меня обуяло. Злость и смятение. Вполне право, это подобная теория, я сочувствую. Я решил, что все подобные живущие в общине должны знать, кем они являются на самом деле. Это дурацкая игра. Выдумая о великим доктором, про злых людей, врагов, эксперимент должен закончиться. Если мои братки я на нее выйду на поверхность, то они будут обречены на медленное загнивание здесь, под землю. Я дал себе слово, что открою тайну всем, кому смогу и кому успею рассказать. Кто это такой великий доктор, этот человек? Скорее всего, да. Но вопрос в другом, зачем это все? Зачем продолжать эту игру, если все закончилось? То есть ты ведь и сам знаешь, что община уже давно потеряла свой смысл, как поре для экспериментов на людьми и подопытными. Зачем уже тогда это все продолжается? Однако доктор, как видишь, гнет свою линию, вместо того, чтобы отпустить моих братьев на волю. Слушай, человека, можешь помочь нам? Что я смогу делать? Дело обстоит так. Здесь на первом уровне общины есть штука, она называется реморализатор. Это прибор, оставшийся от ученых, работавших здесь до нас. Все подопытные считают, что он давно отключен. На самом деле, это не так. Он продолжает работать просто на другой волне. Прибор это действует на мозг, внушавший интерес к повседневной работе и созидательному труду, действует на всех подопытных. Однако, если его отключить, переключить на другую волну, то он не сможет повлиять. И у них возникнут мысли об агрессии и сопротивлении. Понимаешь, о чем я? Ты хочешь освободить всех и удрать. Да, именно так. Наша цель – свобода. Однако, на пути вниз стоит великий доктор, ключ от входных дверей общины хранится лично у него, как было сделано после нескольких побегов. Это было сделано после нескольких случаев побега. Без ключа из общины не выбраться. Дверь очень крепкая и бронированная. Так что, если хочешь освободиться сам, человек тебе придется действовать вместе с нами и свернуть доктора. Согласен на это. Похоже, что выбора у меня нет, но я бессильен против телепатии адептов. Все подобные, в том числе и я, тоже бессильен против них, но будем действовать хитро. У меня есть план, слушаю. Сначала ты узнаешь, что одиннадцатого все, что он знает об этой машине. Это необходимо для того, чтобы узнать, где располагается переключатель нагрузки. Затем ты должен подойти к тринадцатому и попросить его испытать транслятор этот на себе. он уже использовал его на некоторых людях. Этот опыт для тебя смертельный, но ты должен будешь перед этим самым включением поля нажать специальный тумблер на приборе. Этим ты переключишь его в нужный режим пиковой нагрузки и через две секунды он просто сгорит. Я сам много раз так видел его электронную схему и могу гарантировать это. как только это будет сделано произойдет сильный всплеск всей энергии, которая на некоторое время оглушит всех подопытных в том числе и тринадцатого. Ты должен будешь воспользоваться моментом и сразу убить его. Но у меня нет оружия и где именно находится нужный тумблер. Я знаю, где можно достать оружие у одного из людей, который забировал тринадцатый. Есть оружие, его не отобрали при овоске. После того, как депут умрет, нужно будет взять с тела ключа дверей на первый уровень общины. Пока ты будешь все это проделывать, двенадцатый откроет дверь в картер, освободит меня. Мы договорились с ним заранее. Насчет тумблера, информацию о нем тебе до 111. Ему однажды приходилось чинить данный агрегат. А дальше мы должны будем проникнуть на первый уровень и добраться от доктора. Убивать его, я думаю, не понадобится. Впрочем, посмотрим, какое сопротивление он окажет. Проблемы могут быть, могут составить адепты, питающие на первом уровне и охраняющие его. Они могут убить человека и подопытно одним взглядом придется действовать осторожно. Я отправлюсь к 13-му. Удачи тебе, жиканцы, свобода наша жизнь. Спасибо тебе. Так, а что дальше? Появляется у нас новое задание, которое называется революция, помочь восстанию подопытных. Вообще не следует действовать осторожно, сначала раздобыть оружие, от новой зомбированных людей. Да, я представляю, где эти зомбированные люди. Попробую я достать это оружие, конечно же. Но сначала я забегу к 8-му. Разберемся с его перфокартами. Так, перфокарты найдены. Молодец, человечешка, теперь слушай дальше. Вставь их в программный блок, он находится слева от дисплея. Потом, потом тебе нужно будет задать три режима для работы инкубатора, температуру, давление и излучение. Каждый из параметров должен соответствовать установленной норме. Сначала все параметры надо повысить. Это стимулирует метаболизм гробницы и спровоцирует рост грибов. Затем надо быстро сбросить все параметры до минимума, иначе грибница может перегреться. Сброс параметров производится тремя зелеными кнопками, расположенные на стене рядом. Если все будет выполнено верно, то с грибницей можно будет собрать очередное урожай, приступая к человечешке. Не понял, с какого перепугу это все должен делать я? Если хочешь есть, то сделаешь. Грибы тебе пригодятся, к примеру, для выведения бактерий и микроорганизмов. У употребленных тобой вместе с мясом крыс, конечно, от них ты заряжешься некоторой дозой радиации, но ее можно будет вывезти лекарствами. Я готов. тогда оставляй перфокарты, программный блок и вперед. Я тебя подстрахую. По твоей отрицательной встречи. Так, с этим мы справились. Он говорит, нужно повысить все. Так, и что дальше? Сработало. Похоже, мне удалось запустить инкубатор. Ты удивил меня, человекишка. Обычно 20-ни проблемы, что теперь ты можешь пользоваться инкубатором, собирать урожай с гребницы. Пока, когда посчитаешь нужен, но не чаще одного раза в час гребницы, нужно время для регенерации. Понятно. До встречи. Ну, это своеобразная квеста, чтобы прокормиться здесь. Радиоактивный гриб. Так, что дальше? Дальше нам нужно добыть нож. одного из заключенных, которые сейчас зомбированы. Так, это я читал уже. Здесь бред. Вот, то, что нам нужно. Ты собираешься ловить крыс для кухни? Ты сам ловишь, вернее. Да, как мне занятие-то надоело, если бы ты только знал. мало того, мало того, что самого утра торчишу плиты, так еще и по коридорам приходится бегать за этими грызунами. О, мои колени, сожалею. Я смотрю, тебе пока тринадцатый не нашел работы, давай, помоги мне, налови крыс для обеда, а тебе отменно крысиной стоит за бабаху. что скажешь? Почему бы нет? Он нам дает крысу ловку, хорошо, но дело твое еще вот в чем, поскольку у тебя мозг не такой, как у нас, то чуть крыс сквозь стены ты не можешь, поэтому я дам тебе знать, когда очередная стая приползет в наши окрестности. Как ты это сделаешь? Значит, слушай, как надо работать, ты берешь крысу ловку, перезаряжаешь ее, затем идешь по своим делам, я как только заслышу крысу пробирающую общину, я сразу дам тебе знать с помощью, так сказать, мозгового послания, в общем, ты сразу поймешь, что к чему, понял, да, кажется, понял. Жду твоего сигнала, до встречи. Так, крысоловка, где она? Поиси на пояс. Сейчас я настреляю по-быстрому для него опять крыс. в конце концов, и нам нужно чем-то питаться здесь. Так. У меня уже семь, еще одной хватит. Так, где она? Ладно, я думаю, достаточно. Плюс две у меня будет в запасе, ему надо пять штук. Я добыл пять крыс. Молодежь человеческая, жаль, что ты не подопытный. Жаль, давай сюда мясо, вот, пожалуйста. хорошая добыча. Я надеюсь, ты не оставишь меня голодным. Конечно, нет. Вареных крыс я тебе не дам. Это блюдо для адептов. Они любят нежное мясо, а вот хорошо прожаренная крысятельная как раз тебе подойдет. Приятного аппетита. Спасибо. Все, выполнили мы задание. Теперь у нас появилось крысиное мясо. Отлично. Посмотрим, что этот товарищ нам расскажет. Ты слышишь меня? Ну, не надо. Не стукай, не стукай. Успокойся, я не собираюсь тебя бить. Ой, братишка, вернулся, да? Проголодался, наверное. Я не братишка, у тебя есть оружие. Братишка, мой братишка, дай хлебушка. Нет у меня хлеба. Сладкого хлебушка. Где я тебя возьму? Может, тебе крысу дать? Покушаем вместе, посидим. Вот, в деревнях все хлебушек ели. Понятно, если хочешь есть. Сейчас сварю тебе не мясо. Подожди. Так, у меня есть мясо, вот поешь. Я еще вернусь. Так, что он нам передает? Самодельный нож теперь у нас есть на вооружении. Именно с помощью его советовал. Какой там, 12-й? Утри 13-го. Так, а ты кто? Здравствуй, подопытный, я подделывал. Ух, человечешка. Как, кто сидит, тебя сюда пустил? Сам пришел, мне сказали, что ты занимаешься машинами и механизмами. Это тебе зачем? Меня интересует машина, которая называется... Понятно. Откуда ты знаешь о ней? 12-й рассказал награду за помощь. Эта машина задавалась уни для исследований над нами, подопытными. И есть нечто, которое источает невидимые лучи, действующие на мост так, чтобы подопытный становился спокойным. Не смел думать о сопротивлении, где специально воздействовали на подопытных этими лучами. Но продолжалось это только до тех пор, пока великий доктор не освободил нас. Он, вернее, не освободил, он сейчас пользуется этой машиной, чтобы подавлять волю контролеров. Люди боялись, что мы восстанем против них за жестокие опыты и операции, за убийство его родства. Хвала великому доктору за наше освобождение. А как эти лучи смогут повлиять на мозг? Я не знаю этого. Ты хочешь попробовать смело, однако? Не боишься стать скотом, как твои предшественники. Я не собираюсь соваться совать ее в свою голову просто интересно. Я помогу тебе в этом деле, но сначала ты должен помочь мне. У меня проблемы с работой. Слушай, как я уже сказал, я занимаюсь машинами и механизмами. Это очень важная функция, потому что именно мои насосы перекачивают для общины в воду. И мои генераторы вырабатывают энергию, которая нужна для работы насосов. Однако с недавнего времени энергия стала поступать от генераторов к другим машинам неравномерно. Похоже, что провод, идущий от них где-то поврежден или перекушен, крысами, исправить это подложение. Но у меня много других дел, а ты как раз болтаешься без занятия. Найди место, где я порван провод и почини ему. Кроме того, еще одна беда, трупы, по которым течет вода старая и во многих местах прохудились. Необходимо проверить их на неплотности, если такие найдутся заделать их. Здесь много проводов и труп, как я это все сделаю. В углу этого цеха есть штука с информацией, забыл, как она правильно называться. Так вот, и в нем имеется схема электролиния общины, а также инструкция по ремонту труб. Найти их и изучи. И устрани поломки. Хорошо. Так, новое задание вне единого разрыва. Так, что здесь с компьютером? Так, загруженные данные гидравлика. Электроснабжение. Данные отсутствуют, кстати, дискету номер 8. А у меня она есть. Нет, никаких дискетов у меня нету. Вот, три гидравлика. Участок номер 2. Участок номер 3. На метке, может, какие-то дает. Так, щитки, говорит, починить. Крыса поймана. А щиток я починил. Интересно. Так, одну трубу я вижу. ни единого разрыва задания обновилось. так, что получить доступ к информации в компьютере. Нужно отыскать ее в виде дискет с номерами. Хорошо. Мне все-таки придется искать еще эти дискеты. Так, а где они могут находиться? Нужно смотреться еще раз. Еще раз я внимательно осмотрел всю лабораторию. И вот, получил дискету. Также я пропустил, по всей видимости, еще один сейф. у нас есть дешифратор, теперь мы не можем его открыть. Да, еще одна дискета и западные винтовки автоматы позволят нам повысить навык стрельбы. Также там были патроны, которые, скорее всего, нам пригодятся. Так, дискета. Теперь нужно попытаться вставить обратно загруженные данные документация. Загруженные данные электросистема. Так, документация, доступ к технической документации. Так, это понятно. Код безопасности доступ к корфированию. Как? Электроснабжение. Схема персонала охладительной установки. Так, данные полученные на ПДА. Схема лаборатории. Генератор, электрические щиты, излучатель Кайманова, прототип, инкубатор биомассы. Отлично. Так, я примерно представляю, где что находится. Один готов. Так, 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 так. по-моему, здесь был. Да. Этот тоже готов. Еще один. задание обновилось, можно сообщить ему. Кажется, я устранил все неполадки. Ты меня удивляешь. если бы не воняло человечный, из тебя бы получился отличный специалист. Насчет воня, кто бы говорил. Меня все еще интересует... так, так, не знаешь, не знаешь, как он включается, прибор, чтобы все-таки совершить эту революцию. Ты самоубийца человек, ты знаешь об этом, впрочем, дело хозяйское. Если тебе хочется испробовать для себя промывку мозгов, то подойди к 13, именно он отвечает за эту машину, следит за ней, охраняет ее. Просто подойди к нему, спроси, чтобы он испытал на тебе силу этого прибора. Он уже делал опыты над людишками, как ты, так что ему не впервые. А включается он, точно не помню, но вроде, был какой-то тумблер сзади. Все равно, ты не разберешься. Ясно? До встречи, задание революции обновилось. Что теперь нам нужно к 13? Так, а прибор этот вот, скорее всего. Да, похоже очень, тем более на отметке был, на карте, в КПК. Так, все-таки пообщаться нет. Я думаю, эту серию завершить, и так она получилась продолжительной. Очень много диалогов, чтения. Продолжу уже в следующей серии. Убьем, наверняка, 13, и покончим с доктором. Раскроем секреты для лаборатории. А с вами был Александр. Всем пока.